Не так много времени осталось до начала всероссийского голосования в рамках национального проекта формирования комфортной городской среды. У жителей пяти населенных пунктов республики будет возможность выбрать те объекты, которые они хотели бы видеть благоустроенными и в первую очередь. О нюансах предстоящего голосования в сюжете Артура Мхце. Представитель регионального Минстроя Ирина Дипцева показывает нам проекты, которые стали победителями всероссийского голосования в прошлом году. Так, благодаря активности жителей Черкеска, в 2024-м будет благоустроена аллея по улице Красноармейской. Города меняются по отжеланию именно жителей, чтобы им было комфортно и удобно проживать. Соответственно, создан такой механизм, что сами жители могут предлагать те территории, которые они видят к благоустройству в первоочередном порядке. И, соответственно, выбор идет между теми территориями, которые хотят жители. За какие территории больше будет голосов, те территории будут благоустраиваться в первоочередном порядке. У жителей пяти населенных пунктов республики возможность выбрать тот или иной проект появится в середине марта. Пока же на платформе «За город. Среда. Ру. Голосование» можно найти результаты прошлых лет. Какие проекты были представлены, какие стали победителями, кто является ответственным за качество реализации заявки. Всегда актуальная информация на конкретный момент времени. Каждый регион загружает свои объекты голосования, и жители голосуют на этой платформе. У нас на территории Карачаева-Черкесской республики в голосовании участвуют пять населенных пунктов. Это город Черкес, город Оджигута, город Карачаевск, Тибердай и такой моногородок Медногорский. Каждый год выставляется не менее двух территорий, и жители голосуют за ту территорию, которую они видят. В этом году данное голосование будет проходить с 15 марта по 30 апреля. По словам представителя регионального ведомства, именно от активности населения зависит, появится ли в том или ином городе обновленный благоустроенный парк, аллея. Либо все останется, как прежде, тусклым, невзрачным, старым. Так, жители Карачаевска вряд ли пожалели, что приложили усилия ради проекта в парке «Зеленый остров». А горожане Оджигуты наверняка не нарадуются практически завершенному благоустройству центрального парка. Если же нет активности, значит, людей все устраивает в прежнем виде, и им совершенно безразлична возможность преображения той или иной территории. В Минстрое и Республике также напоминают, что ведется набор волонтеров, которые после регистрации на платформе Добро.ру смогут помогать другим участвовать в процедуре голосования. Артур Мухцемиха Каракелян, Вести, Карачаево, Черкесия.